МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видео, снятое китайским учителем, показывает, как Китай воздействует на мышление уйгурских детей и для каких целей производится обучение. Известно, что в рамках политики геноцида, проводимой Китаем в Восточном Туркестане, сотни тысяч турок уйгуров были безвинно брошены в тюрьмы, миллионы из них были вынуждены работать в трудовых лагерях вдали от своих семей, а дети были разлучены со своими родителями. Из видео, снятым предположительно китайским учителем, становится понятно, что уйгурских детей воспитывают как федайлеров, людей, которые могут пожертвовать своей жизнью ради Китая. Содержание видео, которое продолжается в форме вопросов и ответов между учителем и учеником, следующее. Учитель китайского языка спрашивает, какова ваша цель, а один из уйгурских мальчиков отвечает, «Моя цель – стать солдатом освободительной армии Китая, когда я вырасту, и защищать приграничные районы нашей родины, Китая». Учитель китайского языка далее спрашивает, ты не боишься пожертвовать своей жизнью? Уйгурский мальчик, в свою очередь, отвечает, я не боюсь пожертвовать своей жизнью. Растут опасения, что китайская платформа социальных сетей TikTok может делиться информацией о пользователях по всему миру с правительством Китая. В Новой Зеландии использование китайского приложения TikTok на смартфонах, используемых законодателями и парламентскими служащими, запрещено с конца месяца. Подчеркивается, что запрет, который вступит в силу с конца месяца, будет распространяться только примерно на 500 человек в здании парламента, а не на всех государственных служащих, как в США и Англии. Глава парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро пояснил, что решение было принято по Совету правительственных экспертов по кибербезопасности. Китайский судоходный гигант Коско заключил партнерское соглашение с основным железнодорожным оператором Малайзии Кирита Питанах Милаю Берхат. Коско Shipping Clients Малайзия сообщила в письменном заявлении, что железнодорожно-морское сообщение, запущенное в среду, охватит ключевые районы Западной Малайзии и соединит 579 портов примерно в 140 странах и регионах по всему миру. Согласно заявлению МИД Пакистана, секретарь МИД Асад Паджид встретился в Пекине с министром иностранных дел Китая Чай Нэган. В ходе встречи Маджид отметил, что Пакистан и Китай являются железными братьями, надежными друзьями и постоянными партнерами в деле мира и развития. Председатель КНР Си Цзиньпинь посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.